Здравствуйте! Это еженедельная рубрика об эмиграции в США на канале Ру Флорида. Меня зовут Виктория Шелегина, и я эмиграционный адвокат из Орландо, что в Солнечной Флориде. Сегодня поговорим о так называемой талантливой эмиграции. В настоящее время люди по всему миру связаны между собой гораздо прочнее, чем это было каких-нибудь 30 лет назад. Развитие новых технологий способствует почти мгновенному распространению информации. Услуги и товары, производимые в одной части света, становятся доступными практически во всех точках земного шара. И все это происходит благодаря глобализации, которую уже трудно остановить, согласны вы с ней или нет. Можно много спорить о плюсах и минусах глобализации, но несомненным остается тот факт, что глобализация приносит дополнительные возможности для трудоустройства. Для трудоустройства профессионалов прежде всего. Компании по всему миру стремятся охватить большую аудиторию своих потенциальных клиентов, и в том числе путем повышения качества предлагаемых товаров или сервисов, услуг. Что в свою очередь невозможно сделать без надежной команды профессионалов. Благодаря глобализации люди стали более мобильны, и профессионалы уже могут делать свой выбор не только среди, скажем так, местных локальных работодателей, но и обратить свое внимание на зарубежные компании. Так, американское законодательство предусматривает большое количество, значительное, я бы сказала, количество способов трудовой эмиграции. В частности, виза ООО-1 разработана специально для людей с выдающимися достижениями в области искусства, спорта, науки, предпринимательства или образования и искусств. Виза ООО-1 позволяет ее владельцу жить и работать на территории США. Кроме того, будучи визой с так называемыми двойными намерениями, виза ООО-1 может служить отправной точкой для получения визы EB1A, которая дает возможность уже получить грин-карту. Но это уже отдельная история, о ней мы поговорим позднее. Ходатайствовать о получении работников визы ООО-1 может американский работодатель или же иностранная компания, но уже через своего американского агента. Безусловно, предполагаемая работа должна задействовать выдающиеся талантливые способности и навыки вашего иностранного работника. Будучи одной из многих так называемых рабочих виз в американском иммиграционном законодательстве, визу ООО-1 характеризует ряд преимуществ, которые недоступны другим рабочим визам. Прежде всего, на визы ООО-1 не распространяется ежегодная квота, как это происходит в случае с визами H1B, например. Собственно, возникает главный вопрос, а кто такие эти счастливчики с выдающимися способностями или достижениями? Первое, что приходит в голову, нобелевские лауреаты или олимпийские чемпионы. Да, безусловно, они подходят для этой визы, но в год мир получает в среднем чуть более 10 нобелевских лауреатов и около 1000 олимпийских медалистов каждые 4 года. Между тем, ежегодно в США по визе ООО-1 въезжает около 80 тысяч человек. Кто это? А в подавляющем большинстве это те люди, которые подтвердили свои выдающиеся достижения, доказав, что они соответствуют по меньшей мере 3 из 8 критерий. Как, например, первый критерий. Являются лауреатами национальной или международной премии в области своей деятельности, не Нобелевской. Являются членами профессиональных ассоциаций для членств, в которых необходимы выдающиеся достижения в своей профессиональной области. Третье. Принимали участие в оценке работы коллег в области своей деятельности. Популярные или профессиональные медиа опубликовали материалы об их профессиональных успехах. Пятое. Эти люди внесли свой научный, образовательный или предпринимательский вклад в развитие отрасли. Шестое. Являются авторами образовательных статей в своей отрасли. И седьмое. Занимали ключевые позиции в организациях, которые имеют выдающуюся репутацию и, наконец, за свои профессиональные услуги получали высокую заработную плату или иное вознаграждение. Эти критерии применяются для работников сферы предпринимательства, образования, науки и спорта. В отношении же выдающихся достижений в области искусства, кино и телевидения требования немного иные, и мы тоже о них поговорим. Как я говорила, виза O1A предназначена для экспертов в бизнесе, науке, образовании и спорте. Для талантливых людей в области искусства, а к нему мы относим музыку, кино, театр, телевидение и прочее изобразительное искусство, существует виза O1B, не A, а B. Для одобрения O1B петиции необходимо показать, что вы получили национальную или международную награду, сравнимую по значимости с Emmy Awards, Academy Awards или Grammy, или непосредственно эти же самые награды, тоже неплохо. Или же, как и в случае с O1A, подтвердить соответствие как минимум трем из шести уже критерий. Например, вы исполняли ведущую роль в престижных творческих мероприятиях и собираетесь участвовать в подобных мероприятиях в США. Ваша профессиональная деятельность была отмечена публикациями в популярных СМИ. Третье. Вы занимали ключевую позицию в организации, имеющую выдающуюся репутацию и планируете делать то же самое в США, по приезду в США. Четвертое. Творческие мероприятия с вашим участием имели коммерческий успех или же были высоко отмечены критиками. Пятое. Ваша творческая деятельность получила признание экспертов в своей области. Ну и, наконец, за свои профессиональные услуги вы получали высокую заработную плату или же иное вознаграждение. К талантливым областям для ОВАН можно отнести и классические в нашем понимании, для ОВАНБИ, и классические в нашем понимании, кто театральное искусство или выдающиеся способности в спорте. Однако, современные технологии диктуют свои правила. Например, гейминг тоже является видом спорта, который признает иммиграционная служба. Очевидно, невероятная. Однако, это не все новости. Введение собственного блога тоже может являться вполне себе областью экспертизы. Успешный блогер может претендовать на получение визы ОВАНБИ для людей искусства. Если есть доказательства, например, значительного количества подписчиков, просмотров, лайков, конкретных цифр нет. Все определяется конкретной сферой интересов. Блогер, например, сотрудничал с известными брендами, они заказывали у него рекламу. Блогер получает высокого уровня вознаграждения за свою деятельность. О блогере есть публикации в СМИ или же он получал какие-то профессиональные награды. Повторюсь, не все блогеры дотягивают до этой высокой планки, но важно знать о такой возможности. В отличие от ее старшей сестры визы EB1A, повторюсь, о ней мы поговорим позднее в следующем выпуске, виза ОВАНД для специалистов с экстраординарными способностями не предполагает возможности подавать петицию самостоятельно. Это важно помнить. Талантливому иностранцу нужен американский представитель, который будет выступать в роли петиционера, заявителя. Кто же может быть таким заявителем? Например, американский работодатель, который будет на регулярной основе давать задания работнику и контролировать работу этого человека. Или же американский агент, который представляет интересы талантливого иностранца в череде каких-то планируемых мероприятий в США. Например, для спортсменов или людей искусства это чаще применяется. Либо же американский агент, но уже выступающий от имени иностранного работодателя. Отличие от предыдущего варианта заключается в том, что работа иностранца, талантливого иностранца, контролируется зарубежными, а не американским работодателем. Собственно, в чем же заключается ответственность заявителя, петиционера перед иммиграционной службой? Заключается она непосредственно подача петиции, декларирование того, что ее содержание является правдой, он должен засвидетельствовать. И в случае досрочного прекращения визы ОВАН работодателю придется обеспечить талантливого иностранца билетом на родину. Это тоже его обязанность. Владельца визы ОВАН вправе сопровождать члены семьи. Это супруг или супруга и дети до 21 года. К сожалению, после этого возраста карета превращается в тыкву и дети должны думать об отдельном основании для пребывания в США. Супруг и дети до 21 года вправе претендовать на визу О3. Срок действия, который не может превышать, вполне очевидно, не может превышать срок действия визы ОВАН. Более того, само по себе действие визы О3 прекращается с потерей статуса ОВАН основным заявителем. Преимущество визы О3 заключается в том, что члены семьи могут находиться на территории США, учиться, въезжать и выезжать из США, при условии, что виза у них действует. Но что важно помнить, владельцы О3 не вправе претендовать на получение разрешения на работу. Это важно. Давайте о примерах. Примеры для ОВАН это талантливые маркетологи, IT-специалисты, инженеры, спортсмерные, тренеры, предприниматели, что угодно. Что касается примеров для ОВАН-Би, то ими могут быть блогеры, как я уже говорила, художники, мастера порезки камня и дерева, фотографы, модные дизайнеры, ну или сами модели и так далее. Спасибо за ваше внимание. Расскажите в комментариях о получении ОВАН-визы для какой профессии вы бы хотели, чтобы я рассказала в одном из следующих видео. До встречи на следующей неделе. Продолжение следует...